здравствуйте ребята я поздравляю вас с наступающим новым годом желаю вам здоровья и успехов а теперь давайте начнем урок с новогодним настроением ранее мы с вами изучили три типа алгоритмов линейные алгоритмы это алгоритмы в которых команды выполняются последовательно в том порядке в котором они записаны а также разветвляющиеся алгоритмы которые содержат конструкции ветвления ветвлением называется алгоритмическая конструкция в которой в зависимости от некоторого условия происходит исполнение одной из двух последовательностей действий ветвей историческая справка в 1969 году нидерландский ученый Эцгер Вибе Диэкстра доказал что для решения любой логической задачи можно составить алгоритм содержащий три типа алгоритмических структур следование ветвление и цикл эти алгоритмические конструкции были названы базовыми следование и ветвление мы уже изучили сегодня мы продолжим изучать циклы и так тема сегодняшнего нашего урока циклические алгоритмы на этом уроке мы с вами вспомним что такое циклические алгоритмы виды циклов и на примерах рассмотрим принцип работы цикла с параметром ранее мы начали изучать циклические алгоритмы циклические алгоритмы это алгоритмы содержащие циклы цикл это алгоритмическая конструкция которая представляет собой последовательность действий повторяющихся многократно в некоторых алгоритмах может потребоваться несколько раз повторить одну и ту же последовательность действий рассмотрим например алгоритм украшения новогодней елки для того чтобы нарядить елку необходимо поставить елку взять коробку с игрушками пока не закончатся игрушки или пока елка не будет украшена взять игрушку повесить игрушку на елку и елка готова блок-схема алгоритма украшения елки выглядит так этот алгоритм содержит цикл с предусловием его исполнение начинается с проверки условия если условие выполняется следует некоторые действия которые называются телом цикла после исполнения тела цикла вновь проверяется условия так продолжается до тех пор пока условия цикла выполняется когда условия цикла станет ложным цикл завершит свою работу рассмотрим алгоритм мытья посуды для того чтобы помыть грязные тарелки нужно взять губку открыть кран с водой помыть одну тарелку вытереть ее после чего проверить не осталось ли грязных тарелок если это условие не выполняется нужно снова помыть тарелку если же грязных тарелок не осталось нужно закрыть кран положить губку на место и вытереть руки наверняка вы обратили внимание на то что этот алгоритм содержит цикл но не с предусловием рассмотрим работу цикла содержащегося в алгоритме сначала выполняется тело цикла и только после этого проверяется его условия а в цикле с предусловием сначала проверяется условия и только после этого выполняется тело цикла этот цикл называется циклом с постусловием он работает до тех пор пока его условия не выполнится а так как его условия проверяются после исполнения тела цикла, то такой цикл в любом случае исполняется в программе хотя бы один раз. Существует три вида циклов. Цикл с заданным условием продолжения работы или с предусловием, цикл с заданным условием окончания работы или с постусловием и цикл с параметром. Мы рассмотрели циклы с предусловием и с постусловием. Как видно из блок-схем, их исполнение зависит от некоторых условий. Однако не всегда повторение определенной последовательности действий зависит от условий. Например, нам несмотря ни на что нужно повторить тело цикла определенное количество раз или же выполнить его для всех значений в некотором множестве. В этом случае использование циклов с предусловием и постусловием будет неудобно. Инструкция управления циклом с постусловием. Завершение работы цикла – break. Прерывание текущего исполнения цикла – continue. Блок else в цикле выполняется, если исполнение цикла было завершено без помощи инструкции завершения работы цикла. Цикл с постусловием работает до тех пор, пока не выполнится его условие, которое проверяется после исполнения тела цикла. В любом случае выполняется в программе хотя бы один раз. Цикл с постусловием на языке Python выглядит следующим образом. While, true, затем следует тело цикла, затем условие. В цикле с параметром параметр принимает все значения из заданного множества, и для каждого значения выполняется тело цикла. Роль множества могут выполнять значения, перечисленные в скобках, списки, диапазоны значений с известным шагом. Цикл с параметром записывается следующим образом. For, затем следует параметр, in и указывается множество, затем следует инструкция. Функция range генерирует множество значений в заданном диапазоне с указанным шагом и принимает на вход от одного до трех целочисленных параметров. Рассмотрим применение цикла for более подробно. Запись цикла for в Python осуществляется по схеме. В данной схеме цикл for перебирает все элементы в заданном диапазоне. С каждым из них он выполняет одни и те же действия, записанные в теле for. После ключевого слова for использована переменная i, которой на каждом проходе цикла будет присвоен очередной элемент из диапазона. Рассмотрим пример, в котором переменной letter каждый раз присваивается новый элемент из строки Python. Команда print выводит на экран каждую букву этой строки по одной. В данном примере с каждым новым проходом значение переменной увеличивается на число из заданного диапазона. Цикл for i in range от 1 до 6 выполняется 5 раз, 6 не включается. На каждом шаге цикла переменная f увеличивается на i. Первоначальное значение f равно 12. В цикле значение изменяется следующим образом. Первый проход. Ф равно 12 плюс 1 равно 13. Второй проход. Ф равно 13. 13 плюс 2 равно 15. Третий проход. Ф равно 18. Четвертый проход. Ф равно 18. 18 плюс 4 равно 22. Пятый проход. Ф равно 22. 22 плюс 5 равно 27. Кратко еще можно записать так. Ф равно 12 плюс 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 равно 27. Аргументы для функции range передаются следующим образом. Range x перебирает все значения от 0 до x. При этом число x не включается в диапазон. Range yx перебирает все значения от y до x. x также не включается в диапазон. Range yxs перебирает значения от y до x с шагом s. Рассмотрим применение цикла for более подробно. Запись цикла for в Python осуществляется по схеме. В данной схеме цикл for перебирает все элементы в заданном диапазоне. С каждым из них он выполняет одни и те же действия, записанные в теле for. После ключевого слова for использована переменная i, который на каждом проходе цикла будет присвоен очередной элемент из диапазона. Например, for i in range 0, 15, 3 и выведем на печать i. В данном случае цикл for переберет значения от 0 до 15 с шагом 3, а в результате он выведет каждое третье число, то есть 0, 3, 6, 9, 12. Также в качестве шага можно использовать отрицательные числа. Тогда цикл будет перебирать значения в обратном направлении. Например, for i in range 100, 0, минус 20 и выведем на печать i. В результате выполнения он выведет на экран числа 100, 80, 60, 40, 20, то есть в диапазоне от 100 до 0 в обратном направлении с шагом минус 20. В отличие от цикла for, который повторяет последовательность определенное количество раз, цикл while руководствуется не количеством, а логическим условием, поэтому вам не нужно точно знать, сколько раз необходимо выполнить код. Код цикла while будет повторяться до тех пор, пока логическое условие истинно. Давайте решим задачу. В этой задаче нам нужно написать игру, в которой пользователь должен угадать число, загаданное компьютером. Суть этой задачи такова. Компьютер загадывает цифру от 1 до 25, а пользователь должен ее угадать. После каждой попытки компьютер дает пользователю подсказку. Например, если компьютер загадал 7, а пользователь ввел 3, то компьютер должен дать подсказку, ваше число больше, чем задумал компьютер. А если пользователь ввел 9, то компьютер должен дать подсказку, ваше число меньше, чем задумал компьютер. Давайте попробуем написать программу. Здесь мы загружаем библиотеку случайных чисел. А эта команда – это выбор компьютером случайного числа. Дальше здесь предлагается пользователю ввести число. Если число пользователя меньше загаданного, то выводится на экран сообщение, подсказка, что ваше число меньше, чем задумал компьютер. А если число пользователя больше загаданного, выводим на экран подсказку о том, что число больше, чем задумал компьютер. Иначе, то есть если число равно загаданному компьютером числу, значит выводим сообщение, что вы угадали. Запустим программу на выполнение. Сначала введем число 5. Получим сообщение «Введите попытку». Повторим наше число 5 еще раз. Получаем сообщение «Ваше число меньше, чем задумал компьютер». Повторяем попытку. Вводим 9, 8. После попытки ввода числа 6 получаем ответ «Вы угадали». Изменим программу таким образом, чтобы пользователю отводилось ограниченное количество попыток на то, чтобы отгадать число. Напишем программу. В переменную choices записываем количество попыток. Эта команда выполняет цикл до 5 попыток. Вводим число. Число должно быть целым. С каждой попыткой счет увеличивается на 1. Теперь программа помогает пользователю угадать число, дает ему подсказки. Результат цикла while, угадал или не угадал, передается в основную программу. Если число угадано, то программа сообщает, с какой попытки. А если нет, то какое число было загадано. Далее вводим условие. Если число пользователя меньше загаданного, то выводим соответствующее сообщение. Если число больше загаданного, то выводим соответствующее сообщение. А если число пользователя равно загаданному, выводим сообщение о том, что пользователь угадал число и плюс с какой попытки. Если не угадал, то выводим соответствующее сообщение о том, что пользователь не угадал число. И плюс здесь еще выводим число, которое было загадано. Варианты работы могут быть следующими. В случае, когда пользователь не угадал число. И в случае, когда пользователь угадал число. Программа читает. Решим следующую задачу. Нам нужно написать квест-игру, в которой пользователь должен найти выход из терема Деда Мороза с использованием цикла while. Основным событием будет выбор нужной двери. В начале программы будет выводиться сообщение «Добро пожаловать в квест. Терем Деда Мороза». Вы очнулись в одной из комнат в тереме Деда Мороза. Вам нужно выйти, пока он не вернулся. Перед вами три двери с номерами. Один, два или три. Основным событием будет выбор нужной двери. Пользователю нужно будет набрать цифру той двери, которую он хочет выбрать. Зададим все эти условия в программе. Выводим все сообщения, которые нам нужно было вывести по условию этой задачи. Далее задаем команду для ввода номера двери. Один, два или три. Зададим следующее условие в этой программе. Если пользователь выберет дверь с номером 1, то получит сообщение «Вы упали в пропасть». Набрав цифру 3, получает сообщение. Пройдя в эту дверь, она захлопнулась. Выхода нет. Игра окончена. А выбрав дверь под номером 2, пользователь попадает еще в одну комнату. И получает сообщение. Вы в следующей комнате. Выход отсюда возможен через две двери. Какую выберете? Выход справа или слева? Если пользователь будет вводить опять цифры 1, 2 или 3, или еще что-нибудь, то обязательно должно быть выведено сообщение «Не знаю такого действия». Введите еще раз. Только когда пользователь ведет слова слева или справа, будут выводиться сообщения квеста. Если набрать сообщение справа, выйдет, вы смело открыли правую дверь, но за ней вас подстерегала опасность. Позор Деда Мороза. Вы замерзли. Если пользователь ведет слово слева, игра закончится словами. Вы на улице. Поздравляю! Целиком программа будет выглядеть следующим образом. Но вы можете сами написать свою программу. А теперь давайте сохраним и запустим программу на выполнение для проверки условий. Действительно, можем увидеть, что при вводе цифр 1 или 3, мы получаем сообщение о том, что игра закончилась. И новый запрос на ввод нужной цифры. Набрав цифру 2, получаем сообщение о переходе в следующую комнату. Как мы помним, пользователь должен ввести слово либо справа, либо слева. Попробуем ввести что-нибудь другое, например, цифры или иное слово. Как мы видим, что программа вывела сообщение о том, что не знает такого действия. Введите еще раз. При наборе слова справа получим сообщение о том, что пользователь замерз. А при наборе слова слева вы на улице. Поздравляю! Нужно появится количество попыток. На этом уроке мы с вами вспомнили, что такое циклические алгоритмы. Повторили цикл с предусловием и с постусловием. Рассмотрели принцип работы цикла с параметром на примерах. На этом наш урок окончен. До встречи в новом году! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова